Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк. Продолжаем проходить четвертый акт. Ну, так как до Мефисто мы дошли, то одеваем Шторм Шилд. Все. Теперь все будет гораздо проще. С ним, как только убьем Диабло, я одену еще и Мару. Сейчас выполним вот этот четвертый квест третьего акта. Вот так вот выглядит Шторм Шилд, такой вот желтенький. Ну, герки, мне кажется, выглядят покрасивее. Сейчас за Марком только сходим, потому что он нам там пригодится. Хотя там в основном магические иммунитеты, но, по-моему, магические и колд иммунитеты там чаще всего в этой локации встречаются. Так, Руинд Темпл, он находится всегда на Куразбазаре и всегда находится перпендикулярно входу. То есть сейчас посмотрим, где он тут будет. Что-то я вообще тут ни одного пока храма не вижу. Не, на, прокурость его точно нет. Вообще, по этому квесту говорят, что вам нужно посмотреть всегда оббегать все там семь вроде этих храмов, но вот всегда она находится. Книжка эта вот здесь. У этих ребят тоже колд иммунитет, я не хочу с ними драться, тем более, что они вот, как вы видите, сейчас. Действительно, иногда проще вот так вот возвращаться в город, потому что мэрка убили, я бы не стелепортился бы нормально. Вот, но всегда вот находится эта книжка в Руинд Темпле и всегда вот он находится, ну, а на карте обозначается перпендикулярно входу, поэтому я всегда с первого раза угадываю, какой именно храм будет. Чуть уже нового мэрка не купил. Ну, а теперь начнем проходить четвертый акт. Попробуем вначале покачаться, если будет все совсем страшно, то придется тогда качаться я не знаю даже где, потому что в пятом акте тоже особо не получится, там у всех колд резисты. Придется что-то выдумывать. Сейчас мы смотрим, насколько здесь хорошо идет опыт. И я, наверное, себе колечко на 40 лайфы возьму, потому что, ну, файер резист здесь, он, конечно, нужен, но 40 лайфы тоже мне пригодится, потому что в основном меня будут дамажить физикой, хотя файер резист 21. У штормшилда совсем все плохо, я совершенно забыл, что когда мы пересаживаем, ну, когда я хотел пересадить штормшилд, я хотел его засокетить рунной ум, который дает дополнительно 22 резиста, ну и теперь мы получаем что-то приемлемое на хэле. То есть у нас все положительное. Файер резист 43. Лучше, конечно, кинуть под 60 его иметь, но это там уже на Диабло. Я посажу обратно себе это кольцо, и он должен быть максимальным, ну, почти максимальным. Так, здесь что-то как-то опыт тоже не дают, хотя здесь, по идее, мобы должны быть одного уровня с нами, то есть 70 какого-то. но, убив несколько мобов, полоска не сдвинулась вообще ни на одну единицу. Поэтому, видимо, в четвертом акте тоже не получится качаться, особенно вот на этих тварях, когда придется и на четвертый акт забить или перегенерить все-таки эту локу. Сейчас найду я переход на следующую локацию, просто посмотрю, кто нас ждет там. Если глумы, то точно будет перегенеривание локи, потому что с ними я навстречаться совершенно не хочу. Так, сейчас прикинем, где это все будет. Лучше здесь летать по периметру, потому что я не знаю никаких способов догадаться, где будет здесь именно переход на следующую локацию. он здесь вообще практически в любом месте может быть, может здесь, может быть там, может быть в этом районе. Ну вот, наверное, на этой локации попробуем покачаться, потому что здесь нет ни глумов, нету колд резистов, которые тоже, иммунитет в смысле, которые сильно раздражают. Зато есть всякие уникальные мобы, которых я убил, и опять полоска не сдвинулась просто не на дюйм. Видимо, с прокачкой вообще придется забить и делать мне это вне прохождения, потому что, ну, смысл убивать этих мобов, если я вот убил целую пачку и поскольку, ну, я не знаю, мало очень дают опыта, наверное, все-таки придется мне вообще на эту прокачку забить. Не удалось нам поубивать мобов, ну, в принципе, это все равно особо не важно. Трата времени только в прохождении и в одного это не так интересно, как, например, с друзьями зачищать полностью все эти локации. Так что просто начнем искать изуала. Кстати, блок у меня сейчас должен быть чуть меньше, 68, поэтому, ну, просто потому, что старым, сам Шторм Шилд дает меньше блока, всего 67, 40, нужно будет чуть-чуть в ловкость покидать вместо живучести. Вот, скорее всего, в лайфе вот у меня в районе 70 сотен останется и больше не будет. Шака, скорее всего, я тоже не выбью, потому что, как я не старался, никак не получается. Скорее всего, этот шмот, он так и останется до самого финала, но я надеюсь, он позволит все-таки пройти мне это Диабло, ни разу не запарившись в пятом акте, потому что в четвертом вроде все нормально идет, но в пятом там нужен желательно блок, потому что там тоже можно это все пролететь ни на кого не отвлекаясь. Так, вот этих мобов тоже, наверное, убьем, потому что там я видел чемпионов. фигасия 40 выживает под такими струями огня, но это потому что еще у меня, как сказать, абсорб сейчас есть, если, конечно, у меня этого колечка бы на абсорб не было, и было бы всего 43 резиста, хп бы улетало, конечно, только так. ну да, здесь лучше включать 8 ппл и какого-нибудь другого персонажа, потому что двухстихийка здесь не затащит совсем. Она на 1 ппл-то еле урон наносит вот таким всяким уникальным. На 8 будет совсем все печально. Вот этот я шрайн возьму, который дополнительно ману мне регенит. Вот, и поищу уже изуала. Изуал, кстати, тоже может находиться фиг знает где, может быть в середине, может быть, так вот сейчас покажу на карте, чтобы потом не искать этот переход. Вот, поэтому нужно сначала по периметру желательно это все облетать, ну а потом уже двигаться ближе к центру, если вы его по периметру нигде не найдете. Так, ну вот, я его нашел, вот где-то здесь он будет, вот он. сейчас я аккуратно этих ребят убью и останусь два на один против изуала. Хотя у него вообще по идее у него очень много должно быть резистов к холоду и очень много хп, просто нереально много хп, ну вы посмотрите как это улетает. Это вообще какая-то имба просто. Кстати, гранд терм я попытаюсь сохранить, если мне еще фхр или скиллы понадобятся, даже если это будет не скиллер сейчас, потому что он будет довольно высокоуровневый и зуал имеет в районе тоже 80 левела, можно будет сварить что-нибудь хорошее. Так, куб, скорее всего, нам тоже не пригодится, поэтому забьем его тоже каким-нибудь барахлом. возьмем два скилла у Тироэля, которые всадим в Лайтинг-мастере и пойдем выполнять второй квест четвертого акта. Если выпадет, а, ну, по-моему, сорки гул не надо, вот, что-то быстро как-то нашел. Так, а что может выпасть пул? Ну, пул у меня в любом случае есть, но есть еще такой вариант собрать сорки броню, которая даст ей два скилла, эти рунвордики были добавлены в патч 1.11. К сожалению, там резистов никаких нет, но два скилла, я думаю, на каких-нибудь древних мне пригодятся. Поэтому не обязательно соберу эту броню, может быть, разве что чуть попозже. А вот на паладина, по-моему, там гул нужен. Или, может быть, мне кажется, но, в общем, покруче руна, чем на сорку. А на остальных персонажей там совсем ни о чем руны нужны. Так, где будет кузница? Это странно, потому что здесь тоже пик, здесь тоже ничего нет. А вот чтобы как-то вот такую карту, чтобы слева вот эта кузня была, не, ну, я помню, конечно, такие расклады, но они совсем редко встречаются, и вот сейчас их даже и нет, потому что не должно было там быть. Так, ладно, сейчас по карте прикинем. Странно. Если здесь вообще везде тупики, то она может только вот здесь, вот на этой развилке на какой-нибудь быть. Ой, что это я сделал-то? привычка какая-то странная. Сейчас проверим, что там, надеюсь, не будет никакого Смита с аурой фанатизма, потому что это будет просто жесть, иначе там Мерк не сможет вообще против него никак выстоять. И понадобится имба-контроль. Так, ну да, вот здесь вот что-то есть, скорее всего, кузни и будет именно здесь. Ну, у него есть аура, но другая. Святого огняк, а кто нас проклил, неинтересно. Так, надеюсь, на Смите тоже будет имба-удары орба. Ну, не такие, хотя они тоже нормальные. Еще его Мерк так нехило дамажит. Вообще, у него бывает частенько так иммунитет к холоду, поэтому очень опасайтесь этого парня. Так, гримшилд, это все не нужно. Ну и сейчас разобьем камень души. Посмотрим, что же за руна нам выпадет там. Так, раз, два, два удара хватило в этот раз, но обычно там и нужно два всего. С первого раза почему-то никто не хочет попадать, хотя иногда бывает. Так, ну я вернулся в город, потому что был отравленный. Так, ну вот, руна пул, как я и предугадал, поэтому по-любому соберу для сорки тот рунвортик и на древних у меня будет урон побольше. Так, пролетаем всю эту локацию, несмотря на то, что я говорил, что нужно обязательно ее зачищать в прошлом прохождении, ну если вы играете за сорку с телепортом, то этого можно не делать, просто вот здесь вот этот пятачок зачистите от всяких монстров, чтобы была возможность отступить и все, а дальше там уже не обязательно. Так, садим мэрка, ооо, вот с обливианом, блин, фигня какая-то, с обливианами оказывается будет очень трудно, поэтому возможно придется на них забивать, если они вот будут кастовать это проклятие, которое замедляет нашего мэрка. Сейчас-то он не может замерзнуть, но вот под этим проклятием он все равно двигается очень медленно и ждать, пока он будет запинуть этих обливинов, у них еще очень хороший реген вообще, просто шикарный реген у них, то, конечно, это будет довольно проблемно и нудно, поэтому буду их пропускать по мере возможности, если они будут замедлять сильно мэрка. Ну, остальных я зачищу обязательно эту локацию, потому что здесь могут убить практически любого чара, если только, конечно, он у вас не в убершмоте, не 90-го левела, например, вот собранным паладином, хотя он у меня чисто на МФ сделан, я, конечно, эту локацию не зачищаю в процессе фарма Диабло, ну, просто потому, что это очень долго. Вот. Ну, когда прохожу обязательно очищу эту локацию, иначе просто и быть не может. Хотя, в принципе, вот, как вариант вообще можно сделать вот так, не парить, пролететь, но вот, как видите, меня могли сейчас два раза здесь убить, особенно, если бы у меня не было бы штормшилда, поэтому, вот, вам я этого делать не рекомендую. Вообще, вот здесь ставьте телепорт, если вам все-таки удалось пролететь и начинайте спокойно открывать печати. Может быть, здесь вот неплохо так, я смотрю, уровень идет, или это мне может быть кажется сейчас, но вообще в этой локации стоит качаться, особенно если вы играете на классике, она является последней локацией, и чтобы прокачаться на классике до 99-го левела, у вас просто выбора нет, качаться приходится здесь, потому что в коровнике, по-моему, даже хуже опыт идет, хотя не факт, на самом деле. Может быть, в коровнике идет опыт и получше, но здесь просто больше всяких уникальных монстров с обычных коров, естественно, опыта идет меньше, чем сунников в этой локации. Так, ну, кстати, нет, скорее всего, мэрк так сильно дамажит, потому что молния, она очень рандомная, то есть, вот от 3 до 1300, какой-то непонятный звук был, я не знаю, слышали вы или нет, неизвестно откуда, я жду, у меня комп полетел, так вот, что-то, о чем я говорил-то, забыл, сбился, ну, видимо, я что-то про опыт говорил, и повторяться я об этом не буду, поэтому просто продолжать, продолжаем зачищать эту локацию, будет это довольно долго, потому что здесь довольно хпшные монстры, особенно вот эти ребята, которые обладают недвижим легеном, мэрк, который постоянно пытается умереть, на которого расходуются просто все хилки, мне даже сорка не так часто лечится, как мой мэрк, при вас нашел хороший амулет, который отправится в друиду, лучше бы, если, конечно, на нем и хп сгенерились, но это было бы уже совсем шоколадным, хотя бы так, это тоже сойдет на первое время, ну, в смысле, вообще, на время прохождения, так, что-то как-то а, ну, правильно, потому что мэрка посадили в заморозку, ого, это что такое сейчас было, сорка не отгребла по полной, видимо, ударили все и в блок не попал никто, отлично, 75% блока, очень решают, хотя у меня сейчас не 75%, у меня всего 68%, так, делаем нормальную расстановку, даже не знаю, о чем вам уже рассказать, потому что все темы исчерпали себя, в комментах особо вы ничего не спрашиваете, ну, в смысле, глобального, в основном спрашиваете на то, что можно ответить в течение ну, в смысле не в течение, как сказать, ответ может уложиться в 200 символов, поэтому устраивать дискуссии в прохождении особого смысла нет, по этому поводу, поэтому вот даже не знаю, о чем поговорить в четвертом и последующем акте, ну, конечно же, я вам расскажу о статте Диабло, но уже когда его, скорее всего, буду бить, потому что это еще не конец, здесь мне нужно еще три печати открыть, и они являются самыми сложными, эти самые печати, потому что там будет Lord of Disis, который на самом деле любит Lord of Destruction не генерится колд и Lighting иммунитетом, ну, чаще всего, конечно, он колд и Fire, но вот заметил, побегов паладином на Диабло, что не брезгует он им двойным иммунитетом колд и Lighting, поэтому, возможно, придется эту локацию проходить заново, что точнее, такая перспектива меня совершенно не радует. Попытаемся убить его при помощи Мерка, в любом случае, ни один монстр в Lord of Destruction не может иметь три иммунитета сразу, это как раз к вопросу о балансности, потому что, например, в каких-нибудь модах я это часто видел, добавляя какую-то сложность, монстр начинает иметь три иммунитета, и это даже полбеды, если бы они имели иммунитет, например, Physical и какие-нибудь еще два, например, Lighting и Cold, но они могут иметь иммунитеты ко всем трем стихиям, ну и непонятно вообще, как их с оркой убивать, вот, ну естественно, понятно, что надо с собой таскать Мерка, так, у меня все эти закончились, надо не забыть их купить, но просто это добавляет недюжую сложность, и если, например, монстр начинает иметь Physical какой-нибудь Cold, точнее, Magic и Cold иммунитет, ну или любой другой, просто если вы таскаете с собой наемника из третьего акта, чтобы хоть как-то была возможность убивать иммунных монстров, то вообще встает вопрос о том, что некоторых невозможно в принципе убить. Ну, в некоторых монстрах, например, в том же BFE, хотя там и монстры имеют три иммунитета, ну, например, там есть наемники из третьего акта, а и и и